Синем такие вкусняшки сегодня сделала. Даже не могу понять с чего это еще. Уже доедаем с ней, а она еще не рассказала мне с чего. Сегодня четверг. Смотрим свою передачку. Все сидим на диванчике и похрустываем. Что сделала Ксюша? Очень вкусно. Ладно, это она нас потом научит такую вкусняшку делать. Вот, значит, положила вот это вот все на сковородку. Потом вот этот вот фисташковый крем положила. Все это что, опять тушила? Ну, короче, поджарила чуток, да? Потом шоколадки сварила. Потом залила это в формочки. Ну, пусть, пусть, пусть. Вот они. Видите что? Нифига себе, какая красота. Ой, Ксюшка. И вот такая вкусняшка получилась. Как они хрустят капитально красиво. Какие они вкусные. Слушайте, ну это вообще. Вот видите, там зелененькие фисташечки маленько торчат. Вот. Мы уже навернулись с ней по две штуки. И еще навернем, кто нам не дает. Мы же на диете. Всем привет. Привет, мои хорошие. Не показала вам вчера, как я салатик посадила. Вот он уже стоит, красавец мой. Спасибо вам, девочки. Многие даже пишут. Ой, а мы тоже не знали. Будем теперь садить его. А то я его в стаканчик поставлю. А он воды наберется. И через день, через два такой уже, знаете, не свеженький. Видимо, ему воды-то не надо сильно много в стакане. Ну вот. И сюда посадила еще две луковицы. Взяла, отрезала у лука жопку. И прямо вот таким кругляшочком. Сейчас покажу. Он прям вот таким кругляшочком посадила. Я видела, китайцы так садят. Лук съедают, а жопкие эти корешки сами садят. Ну, может, и у меня повезет, вылезет что-нибудь. Не сажу ни укроп, ни лук, ни петрушку, ничего не сажу. Потому что я в прошлом году... Сейчас поговорю с вами чуть-чуть. Я в прошлом году садила огурцы и помидоры на балконе. Помидор у меня, по-моему, даже 11 ведерок было. Тут весь этот задний участочек у меня на балконе был в помидорах. И два огурца росло. Ой, я развела такую грязюку. Такое все. Эти помидоры надо поливать. Дырочки в ведрах наделала. Водичка эта вытекает. Тут столько было возни. Нет, сказала нет. Больше. И хожу вокруг на базаре. Сейчас вон продают уже помидоры и огурцы вот такие торчат. Можно купить. Не хочу. Не хочу, не хочу разводить всю эту кухню опять на балконе. Вот мне цветочков достаточно. А петрушка и укроп у нас, я вам показывала, 99 центов. Вот такой пучок. Я его накрошу в морозилку и мне хватает надолго. Конечно, я его сую. Куда попало, везде. Везде сую зелень. Но все равно хватает. Вот. И не сажу. Абсолютно. Даже, можно сказать, принципиально не сажу. Ой, у нас опять сегодня погода хорошая. Просто замечательная. Чуть не поняла, что мои цветочки сквасились, что ли. Ну, подождите, пойду полью. У меня есть вот такая приблуда. Я ее всегда покупаю. И мне ее на лето, чуть ли не на год хватает. Так вот, как я понимаю правильно, поправьте меня, если вы знаете все тонкости. Я вот эту вот крышечку полную наливаю в двухлитровую бутылку, развожу ее. Сейчас она размешается. И полью цветочки. Ой, наша бутылка, банка курильная стоит прямо на видном месте. Вот. И сейчас я, конечно же, свои цветочки полью. Может, что-то они сквасились. Может, болеют. Смотрите, что делается. Что это такое? Не могу понять, почему так сквасились цветочки. Этот, главное, хорошо. А этот... Сквасился прям капитально. Все, поливать надо срочно. Прям капает. С одного цветка. Сообщающиеся сосуды называется. С одного цветка в другой цветок капает. Ну что ж это такое-то? Я так не люблю. Нельзя так со мной. Что-то пошло не так. Что завял-то? Земля, вот она прям сразу. Блин. Сглазили, наверное. Этот хорошенький. А этому что надо? Ну вот, короче. Все я посадила. О, хризантемы. Эти палки будут расти, наверное, до потолка. Вырастут. Потом вырастут только цветы. К осени эти хризантемы, наверное, раскусятся. Никаких еще завязей нет. Только пруд. Во все стороны. О, это хороший забор из них можно делать. Чтоб соседи не видели. Из этих цветов. Из этих хризантем. И вот у меня распустились. Вот это вот что, скажите мне. Вот с такими листиками. Лаванда. Правильно я угадала лаванда? Сейчас запах понюхаю. Сама посадила. Не помню, что посадила. И вот он уже у меня третий год растет. Сам себе режиссер. Ребят, по-моему, это лаванда. Лаванда. Горная лаванда. Наших встреч с тобой. Синие мечты. Или какие мечты там были у нее? У лаванды этой. И вот, может, это подсолнух растет у меня. Какой-то цветок растет. Непонятный. Растет, вырастет. Узнаем потом. Ну и, конечно же, моя зелень. Ой, спасибо большое, девочки, за продуктивные комментарии. Вот такие комментарии я люблю. Продуктивные. Которые пользу приносят, а не вред. Вот моя крапивка уже шелестит. Я уже вчера чай пила. И вот он мой подорожник. Подорожник, конечно, потверже маленько. Ему нужно побольше времени. Занесла сейчас вам показать. Там отсвечивает. Ничего не видно, ничего не слышно. Уборщики убираются. Пусть убираются. Это их работа. Чтоб чисто было. И вот крапивку сейчас я себе запарю. Я беру по листочку того-того и чайок запариваю. По два листочка беру и уже второй день пью чай. Не знаю, полезно, не полезно, надо прочитать. Но в любом случае травка полезная. Пойдем сейчас запарим. Мы с Ксенией решили все белье перестирать. У нас трам-тарарам. Заплетать надо все. Одевать. белье. И это вот фарш уже достала. Кружки надо убрать. Порядок навести. Потому что когда приезжает Артемка, блин, это они с этой стороны пили, траву просят вон. не слышно. Не слышно ничего. Когда приезжает Артемка к нам, мы делаем большую-большую уборку с Ксенией. Он у нас очень чистоплотный мальчик. Наверное, весь в меня. Блин. Подождите. Никто не похвалит. Сам не похвалишь. Никто не похвалит. Вот. И сейчас покажу, как я запариваю вот так в кружечку. Не знаю, может, заварку-то и не надо было бы. Ладно, сделаю без заварки. Тогда надо зелени побольше положить. и завариваю вот такой чаек. Наверное, надо было бы побольше тогда, что это два листика. Ни о чем. Заварка в следующий раз будет у нас. Ну и что я говорила про Артемку? Нет, меняет цвет. Сейчас помешаем ложечкой. И мы всегда убираемся. Я вчера уже в зале все эти поперестирала. Подушечки там всякие. Покрывальца, одеяльца теплые, в которых я хожу, в которых я сижу. Надо еще положить маленько, наверное. Или хватит на кружку. Вот. И ждем ребенка. с превеликим удовольствием ждем ребенка. Очень ждем. Сейчас себе завтрак сделаю. Вот столько у нас осталось. Два шашлычка и вот столько бургура. Я сейчас вот в этот хлебушек я паприку больше люблю, чем мясо. положу пару кусочков мяса и сделаю себе хамбургер. Мясо очень вкусное вчера получилось. Прямо разламывается. Какое у меня будет завтрак. Мой в духовку в микроволновку на одну секундочку, чтобы чуть-чуть подогрелся. Сырочек растворится и все растворится. Если это никто не съест, мой будет обед. Я это люблю. А булгур это пшеница. Я посмотрела. А перловка это ячмень. Ячмень, овес. Блин, забыла. Ну, я там где-то девочкам в комментариях написала эту выкладку, что я в гугле нашла. а это распаренная пшеница. Вот вам пожалуйста. Очень полезная. Но вот я прочитала, что значит булгур и перловка. Это не одно и то же. Похоже очень, но не одно и то же. И даже содержание витаминов не одно и то же. вот этих вот таблицы Менделеева. В булгуре по-моему кобальт и что-то там еще какие-то есть специальные именно для пшеницы. Эти. Ну, что эти-то? Эти-эти. Давай, Аленка, вспоминай. Ну, вот, короче, я уже здесь пальцами повозила, значит, это будет моя еда на обед. Все, пошла завтракать. Сырочек подтаял, растаял и идем с чайком крапивы подорожника и с этой нашей хлебной массой кушать. Девочки, кто в травах понимает, расскажите, сколько нужно этой травке муравки муравки ложить. Боюсь, вдруг попрет Аленку не туда, куда надо. Ее и так прет. А еще от травок, не дай бог, куда-нибудь в другое русло перенаправят меня травки. Поэтому не знаю, сколько ложить. Ну, цвет маленько поменял. И вкус попробовала поменял. Ну, водичка водичкой. Они, я не думаю, что эти крапива и подорожник дадут какую-то траву. Это вот шиповник, боярышник бы, наверное, дал сами ягодки, сами семена. А это так и будет вот такая травка. Ну, просохнет хорошо, можно ложечкой мерить. А сейчас пока травками ложу, да? Поэтому у кого есть такие возможности, знания, поделитесь со мной в комментариях. Пожалуйста, я вас прошу. Пожалуйста, я вас прошу.